Обезопасить выборы. Дональд Трамп буквально только что подписал новый указ, предполагающий жесткие санкции за вмешательство в ход голосования. Разведке и Госдепу президент поручил изучить, какие государства стоят за хакерами. И если найдут доказательства, наказание последует уже без дальнейших обсуждений. Кому еще Вашингтон угрожает санкциями, и причем здесь выборы, в этом в американской столице разбирался Дмитрий Анопченко. В избирательных штабах дедлайн уже 6 ноября американцам идти на участки. Переизбрать нужно треть Сената, всю палату представителей, губернаторов во многих штатах, но процесс по-прежнему под угрозой, уверяет разведка. Данные настолько серьезные, что команда Белого дома порекомендовала президенту издать отдельный указ. В Белом доме поясняют, документ предполагает введение санкций против зарубежных организаций и лиц, предпринимающих попытки вмешательства в американские выборы. А сотрудники, готовившие проект указа, неформально делятся, мол, он преследует две цели. Во-первых, американская избирательная система действительно по-прежнему уязвима. Ну, во-вторых, такой шаг американского президента позитивно воспримут избиратели. С желанием заполучить голоса в прессе связывают и разворачивающийся сейчас скандал вокруг международного уголовного суда, когда впервые в его истории штаты пригрозили судьям санкциями. Отношения с Фемидой всегда были непростыми. В начале нулевых США подписали римский устав, которым суд был утвержден. Конгресс согласия так и не дал. Через пару лет Вашингтон и вовсе отозвал свою подпись под документом. Более того, Америка теперь подписывает соглашение с другими странами, по которым те обязываются не выдавать граждан США этому суду. Цель такой политики понятна. Заранее максимально оградить от любых возможных претензий американских военных, которые несут службу, к примеру, в Ираке и Афганистане. Однако то, насколько жестко и бескомпромиссно были сделаны эти заявления, заставляет американскую прессу и о другом задуматься. Мол, скорее всего, администрация Трампа пытается перетянуть на свою сторону тех, кто служил или служит в армии. И продемонстрировать им только Дональд Трамп вас защитит. Что скажет избиратель, задумываются сейчас все чаще. И вся американская политика теперь будет проводиться с оглядкой на выборы. Как минимум до ноября. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала Интер.